номер 505 события дня эпиграф 1 коринфян 15 13 если нет воскресения мертвых то и христос не воскрес за 30 апреля 2017 года далее показываю разговор тут был истинная суббота есть христово воскресенье это ролик какой мы тут тут тоже есть игнатий лапкин закрыл свой лагерь стан это новое показываю еще ролик община игнатия лапкина никита колесников эти русские слова если зарядите этого достаточно больше чтобы ролик уже открылся в ю тубе о духе лжи далее антон пьянкин пишет смотрел видео а потом еще раз пересмотрел вместе с супругой удивительно а какое видео деревенское собрание где еще встретишь такое что люди обсуждают совместную жизнь обычно все сидят по домам каждый желает хапнуть своего и побольше ни с кем не делится и всех ругает такое в городе и в деревне бывает в городе люди вообще друг другу чужие и по духу своему бесправные а ведь как можно жить если бы все брались за одно дело вот уж где действительно литургия после литургии в переводе греческого литургия общее дело я делаю небольшое замечание одному и говорю разрешается делать записи под скайпом не чаще одного раза в неделю таком наш регламент просьба ко всем вписаться в этот режим юрий соболев не сразу получилось добраться до скайпа на телефоне с которого писал нет его очень интересный материал кое-что из него вы мне высылали ранее но так чтобы цельной темой такого не читал ну а кастрации там сказал сказал один человек он называет его там владимир священник и говорит сектанты это кастрата я показываю наоборот монашество кастрировало себя и дали с воскресным днем игнатий тихонович вчера вот какой фрагмент лекции о браке алексея ильича осипова услышал кратко стенограмма кавычки открыты цель брака семьи не чадородия нет а вместе помогая друг другу достигать цели христианской жизни но есть те кто по одиночке спасаются как антоний великий он не был монахом он был мирянином что-то не то кажется я говорю да но благодать у него говорят было его церковь даже назвали назвала великим есть люди но немногие у которых сильное горение души стремление осуществления жизни по евангелию они могут и в одиночку идти по этому пути но их немного причина брака одна природа об этом прямо сказал апостол павел во избежание блуда многоточие вот интересно вот о чем я говорил нападали клеветали меня со всех сторон поносили а теперь вот у одного священника у другого там у профессора находит а вот вы так говорили откуда я знаю откуда они эти берут да я раньше не говорили я об этом говорю не один не день 254 года и далее пишет о монашестве это говорит осипов он говорит как будто с моей книжки считает это я добавляю если бы вы посчитали святителя игнатия бренщининов говорит осипов что он пишет о монастырях а это середина девятнадцатого века знаете это нельзя по моему публиковать я думаю что против игнатия бренщининов вот-вот начнется сильнейшее восстание юрий соборев пишет когда я слушал это вспоминал вас и тихо и то о чем вы не пристанно говорите игнатий тихонович в который раз убеждаюсь что многие беды наши православные от незнания трудов святых отцов и церковной истории но прежде заблуждение от незнания писания святой библии я хотел сергею козлову написать а он сильно сильно заболел я ему так пишу а батюшка как раз был здесь он хотел с ним поговорить с отцом и акимом я ему написал вот это вам я написал но так и не решился послать теперь уже я один отхожу то есть ухожу ко сну батюшка ушел тут рядом сидит отец аким может быть напряжешься и зайдешь к нам на огонек а потом поговорить тут не возбраняется и это возможно а то мало ли что что чуть и нет за окном нашей шторки и сразу припомнил стихотворение я его еще кажется в армии заучил пишет елена или совета стюарт пока горит в моем окошке свет спешите забежать на перепутье поверьте слову жизнь с людьми не шутит посмотрите а света больше нет чужая шторка за окном видна чужие руки опустили штору а вспыхнет свет он не для вас которых так ждали у вчерашнего окна сергей игнатов пишет христос воскресе правильно замечено взялся за гуш не говори что не идешь поэтому будем заниматься богоугодным делом благовестия каждый на своем месте пока господь дает такую возможность рассказывает считая людям то что узнал из библии у святых отцов учителей церкви их религиозно талантливых учеников как наш игнатий тихоныч лапкин через которого мы лучше познаем бога и самих себя мне пришла еще такая мысль сказано что каждый должен находиться на том месте службы куда призван господом и служить тем талантом который получил от бога святые как сказано ничего не делает от себя лично но в духе святом живой пример такого служения богу у нас на глазах это достойный пример для подражания в книге при мудрости царя соломона притчах и других книгах священного писания много поучительных назиданий помнить бы их все наизусть чтобы руководствоваться в нужный момент поэтому православных христиан принято за правило изучать священное писание каждый день и молиться если немного но по чаще как царь и пророк давид но у всех ли у нас такая дисциплина духа который выработал наш учитель ученик христов игнатий тихонович лапкин тяжеловато даются преподаваемые через него от христа спасителя уроки жизни во христе но лучше жить в трудах с господом выполняя его повеление чем предаваться тому за что были накрыты потопом серой огнем забывшие бога наши предки по линии кайна и современники у меня как сергея парализованного ради христа тоже созрело желание быть заочно принятым православную общину поселке потеряевка прийти на готовое жить со святыми но на все должна быть воля господа о которой узнаем кто наблюдательный из разных обстоятельств в том числе мыслей которые дает господь ответов святых людей такие ответы при жизни я и другие прихожане получали из проповеди схи архимандрита засемы настоятеля свято васильевского монастыря в свято-никольском волновахтского района донецкой епархии донецкой области так епархии а после его отшествия ко господу и схи архимандрита варфоломея из города и лова из донецкой области который считал евангелие на русском языке умер он в 2015 году теперь по милости божией продолжаю учиться в свои 57 лет у исповедника православной веры лапкина игнатия тихоновича случайности у бога не бывает поэтому я благодарю бога за проявленную ко мне и тысячам других людям милость слушать слово божие из уст и достойных учеников и особенно игнатия лапкина да хранит господь его жизнь и здоровье чтобы не угас такой божий светильник за злорадность волков в овечьих шкурах и ведомых ими слепых словесных овец потерявших ориентир жизни во христе вот здесь сергей нахваливает меня четыре раза поминает фамилии я ведь себе все равно это не отношу если что-то господь сделал то сделал господь по благодати поэтому и на это нападает что кто-то сказал положительно а когда я стал защитывать отрицательно почти матерчинное там на меня как они возрадовались да я не выбираю считаю но не не пристойно считать другие это юрий соболев пишет с воскресным днем игнатий тихонович но и об этом он говорит про антония великого что он говорит а чего все происходит и добавляет то у меня тут повторение сейчас я это постараюсь убрать так и говорит приехали на воскресный обед к родным по крови духу и духу брату и сестре что делали совместно смотрели два часа летние потерявские ролики ну вот такой ответ но это не все я вчера на меня выкинули поле поставили еще один ролик я его почитаю много много почитаю протеерея алексей уминский зачем современному человеку церковь редакция портала православие и мир протеерея алексей уминский 27 апреля 2017 года мы настоили на нашу церковь слишком много того что не имеет отношения ко христу протеерея алексей уминский о том как не споткнуться и не разбить нос на входе в православное пространство и вот он сидит задумался фото михаила терещенко почему мы до сих пор не уничтожили православие заголовки я понял почему не хожу в храм там попы на мерседесе протеерея алексей уминский память наших святых или остается глубоко в храмах или приобретает державно-государственный характер ольга седокова и протеерея алексей уминский православие мир и далее он пишет почему-то беседа прошла в интеллектуальном клубе культурное дело 20 апреля семнадцатого года все очень свежие сегодня первое мая церковь очень далекая планета заголовок вопросы нужна ли современному человеку церковь и например если жизнь на марсе практически из одной области для современного человека церковь это очень далекая его планета она с его жизнью практически не совпадает они он узнает из новостных блоков примерно как об очередных открытиях каких-то британских ученых эти вещи он не встречает не в опыте собственной жизни не в ходе собственного познания мира не как ответы на какие-то свои глубокие вопрошения образ церкви скорее негативный во многом скандализированный это скорее образ из прошлого чем из настоящего то же самое будет если спросить нужно ли современному человеку прошлое в каком-то смысле нужно как некое историческое и базисное знание культурологическое явление в свое время отец павел флоренский написал статью церковное богослужение как синтез искусств в ней он будучи работником в троице сергиевой лавры когда она уже была закрыта и он и усупов хотели всеми силами сохранить ее от разрушения от уничтожения пытался советской власти доказать ну пусть будет такой музей или такой прекрасный театр с таким замечательным действом ладан прекрасно пахнущий мерцающие лампады полусвет церковное песнопение древние иконы это все так красиво эстетично вполне образ прошлого образ того что надо сохранять ради исторического эстетического культурного контекста но не современного и в этом вообще большая проблема насколько церковь вещь современная насколько она в этом мире живет ведь в том же скоростном режиме в котором живет весь остальной мир никак не живет церковь она конечно же все время в аутсайдерах среди определенных категорий не успевающих не догоняющих все время что-то делающих из соображений сохранения и здесь вопрос о том кому нужна церковь в современном мире нужна ли она вообще не если церковное явление вещь совершенно отжившие действительно нуждающиеся в консервации не в развитии не в продолжении а именно в консервации чтобы ее сохранили и переместили в подобающее для нее помещение под названием музей на троица сергия лавры еще в советские время было такое название заповедник охраняется государством это было в 60 70 80 и годы когда мы туда все-таки приезжали помолиться заповедник но заповедники бывает где стрелять нельзя мы шутили охраняется государством отстрел монахов запрещается по закону так может быть уже заповедник может уже прошли те времена когда церковь нужна человеку было давайте подумаем о том а зачем она вообще была нужна хотя бы тогда когда то она была реально нужно людям и когда мы такой вопрос зададим то поймем что в культуре европы восточной европы западной европы 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 католической европы православной те проблемы которые церковь сегодня переживает она переживает одинаково проблемы одни и те же вопрос нужно ли она современному человеку звучит одинаково для каждой церковной структуры можно ли осветить пасеку колодец и самолет церковь была одним из характерных явлений общества и общественной жизни церковь была также необходима как всякое иное общественное явление человек рождался в церкви человек вместе с церковью уходил человек всю свою жизнь соберегал с церковью все жизненно важные явления происходили в так контексте его церкви он там крестился он там венчался он в этой церкви получал статус гражданина достаточно вспомнить что в россии девятнадцатого века каждый гражданин российской империи должен был исповедоваться и причащаться и раз в год предоставлять справку от священника что он исповедовался и причащался поэтому он благонадежный и благополучный гражданин для владимира ульянова ленина то обстоятельства что его родной брат был казнен как бунтарь не являлось препятствием для поступления в казанский университет а вот отсутствие справки а священника являлась поэтому ульянов ленин конечно же такую справку получил то есть будущий вождь пролетариата и гонитель церкви свои 20 лет сходил к священнику поисповедовался причастился получил справку о благонадежности и благополучно поступил в казанский университет церковь была очень нужна для всего устроения жизни календарь жизни общества и календарь церковной это был один и тот же календарь не было никаких других не было ни одного события в жизни общества что восточного что западного я не говорю специально даже про россию я говорю про голландию проданию про францию про испанию про любую страну где бы все события человеческой жизни не освещались церковными службами молебнами о восшестве на престол благодарственным молебнами. Церковь освящала все стороны жизни. Сейчас, если мы посмотрим требник, который издала Московская Патриархия в 21 веке, то с удивлением увидим, что там есть служба на освящение пасек, на освящение колодцев, на освящение того, что в жизни людей 13-18 веков были совершены естественной потребностью. А в жизни 21 века поднимите руку, кому пасеку нужно осветить? Или там есть такое молитвословие «Аще кто скверное, что упадет в колодец?» Понимаете, для этого необходимо как минимум две вещи, чтобы этот колодец был и чтобы был кто-то, кто бы захотел его осквернить. Но там есть, конечно, современная молитва на освящение самолета, придуманное уже в 21 веке. Поднимите руку, у кого есть самолет, чтобы его осветить? Есть такие люди, которые могут так батюшку позвать, самолет осветить иногда. Так есть или нет? Конечно, есть такие люди, которым нужно осветить самолет, но это все же редкость. Вот раз тебе, и ты уже в 21 веке современный священник, у тебя есть молитва на освящение самолета. В течение многих веков, тысячелетий, церковь улья освящает, молится, чтобы был дождь, или наоборот, чтобы не было дождя, чтобы урожай был хороший, чтобы коровки не болели, чтобы ульи богатели, чтобы все было хорошо, чтобы все дети были крещеные, все взрослые повенчаны, все были причащены, исповеданы и получили за это справку. И всем понятно, зачем нужна была человеку такая церковь. А потом вдруг оказалось, что человечеству ничего этого не нужно. Многие люди могут спокойно прожить всю жизнь свою без святой воды. Ничего с ними не происходит. При этом они не пьют святую воду по утрам и не болеют. А некоторые пьют святую воду и не выздоравливают. После могильных рвов мало кому интересно, как его похоронят. А потому вдруг мир поразили две колоссальные бойни Первая и Вторая мировые войны. По большому счету, Вторая мировая война была длительным продолжением Первой мировой войны. И мир совершенно изменился после них. А в России он изменился, конечно, после революции 1917 года, после всех репрессий, после истребления своего собственного народа и в том числе этих войн. Западный мир изменился, потому что были эти войны и мир перестал нуждаться в такой церкви, которая в тех самых страшных событиях оказалась абсолютно беспомощной, бессильной, ничего не умеющей делать, не нашедшей ответы на болезненные вопросы, а еще более того, вдруг приветствующие тех, кого нельзя приветствовать, рукоплещущие тем, кого надо проклинать. Так это было в Западной Европе по отношению к Гитлеру и со стороны католической церкви, и со стороны протестантской церкви. Что касается православной церкви, это было в России по отношению к Сталину, со стороны официальных церковных структур. Но главное, что церковь просто истреблялась физически. Уже никому не нужны справки о причастии, уже никто не беспокоится, похоронят его в церковной ограде или вне церковной ограды. И вообще, никому не интересно, как его похоронят после тех рвов, в которые бросались сотни тысяч убитых, истребленных людей. Это уже никому не важно. Вдруг этот вопрос для церкви перестал быть актуальным. Церковь оказалась никому не нужна. Заголовок. Не только обряды, но и огромный пласт культуры. Кроме тех традиционных социальных групп, которые себя к этой церкви причисляли, они остаются в каждой стране, в каждой культурной традиции. Церковная культурная традиция очень сильна. Потому что это традиция книги, текста, визуальная, архитектурная, традиция величайшей культуры, которая, собственно говоря, делает Европу Европой, как ничто другое. Поэтому, так или иначе, каждая страна, прежде всего, рассказывает о своих культурных традициях. Во Франции все-таки собор Парижской Богоматери. Как ни крути, не сравним с Эйфюльфой башней, хотя там тоже много туристов. Понятно, что собор Василия Блаженного по сравнению с Останкинской башней, это все-таки культурное явление, а не просто какая-то палочка вверх торчащая. Вот ясно, что у Минска не старобрядец. Я даже говорить не могу, мне смешно. Останкинская башня, палочка вверх торчащая. Это вообще находка. И вся культура все равно остается христианской. Об этом говорят наши книги, об этом говорят литература, об этом говорит культура, живопись и так далее. Культурные традиции, традиции семейные очень важные. Они передаются из поколения в поколение как традиция сохранности. Потому что церковь это ведь не только обряд крещения, не только обряд отпевания. Это не только обряды, но и целый огромный пласт культуры, знаков культурных, которые должен знать каждый человек. И вот существуют эти культурные группы. Им нужна церковь. Оказывается, пока еще нужна. А зачем? И вот оказывается, что на сегодняшний момент эти группы людей, верующих, назовем их церковными, практикующими христианами, собираются в церковь и пытаются церковь передавать друг другу и своим детям из поколения в поколение так, как это было принято в прошлых веках. И для них это сложнее и сложнее, потому что вырастает новое поколение, которое говорит уже на другом языке, которому это язык культуры уже непонятен. И заголовок. Церковь Бога Живого или Церковь Полуживых Людей. Вообще здорово! Вот о чем говорит опрос, который провел Михаил Кукин перед лекцией, когда он спросил своих студентов, девушек и юношей, устремленных в будущее, полных жизнью, ищущих успеха, счастья, когда задал им вопрос, нужна ли современному человеку церковь и кому она нужна. И оказалось, что им, молодым, полным сил и здоровья церковь не нужна. Они не видят в ней необходимости для себя, а нужна она, по их мнению, людям сломленным, слабым, попавшим в беду, психически неустойчивым, больным и одиноким. Да и мы сами очень часто определяем церковь как духовную больницу. Да, без сомнения, новые люди приходят в церковь. Часто эти люди несчастные, слабые, безнадежно больные, запутавшиеся в жизни. Всегда будет приток этих людей в церковь, всегда он будет эту церковь с собой наполнять. Если бы это была церковь полуживых людей, а не церковь Бога живого, это было бы катастрофически, потому что тогда состав церковный и состав среднестатистического сумасшедшего дома состоял бы примерно из одних и тех же людей. Вот это слово среднестатистического сумасшедшего дома я так не слышал нигде. Вот вообще. Нужна ли церковь полуживых людей кому-нибудь из вас? Наоборот. От такой церкви хочется отстраниться, хочется провести грань между такой церковью и современным молодым, настроенным в будущее человеком, который владеет средствами коммуникации, у которого замечательные перспективы в жизни, который свободен, раскован, для которого жизнь открывается как пространство его свободы и активности. Такая церковь, конечно, не может быть таким пространством. Церковь неудачников, церковь больных людей это пространство хосписа, налиатив. Это не пространство жизни, это скорее пространство смерти. Интересно, фотографии идут, и они сидят где-то у стены, не штукатуренной. Еще какая-то отделенность этих как от народа. Торговая точка для удовлетворения религиозных потребностей заголовок. И тогда есть еще два аспекта. Зачем может быть церковь нужна? Церковь может быть нужна, и она сегодня это действительно показывает, как торговая точка. Как это говорилось в советских законах, для удовлетворения религиозных потребностей. Это сказано не в бровь, а в глаз. В чем у человека может быть религиозные потребности? Ну, очевидно, здесь я не скажу ничего нового. Я довольно часто это повторяю. Потребности одни и те же. Потому что все, что может человек в своей жизни для потребностей своих иметь, можно приобрести в любом магазине или заказать по интернету, или обратиться в какую-нибудь специфическую фирму, скажем, если это путешествие, ему эту услугу предоставят. А вот есть такие вещи, которые нигде купить нельзя. Например, счастье, здоровье, успех. Есть, конечно, технологии всевозможные, тренинги. На всякий случай люди обращаются и туда тоже. И к какой-нибудь мадам Ляли, они тоже за этим обращаются. Потому что это тоже для них почти церковь. Там тоже есть свечки, иконки. Просто там конкретный человек, который гарантирует. А в церкви тебе и гарантий не дают. Вообще здорово. Вообще. Но, тем не менее, человек приходит в церковь, ему нужно, как всякому нормальному человеку, успеха в труде, счастья в личной жизни и крепкого здоровья. Всего того, что мы друг другу желаем на Новый год и в день рождения. Не более того. А где это все можно взять? А вот приходит в церковь, тебе говорят, видите, иконочка, поставьте туда свечечку. Болит что-то? Давайте мы закажем молебен, а лучше с водосвятием. Так будет надежнее. Понимаете? У вас что-то все разладилось, вам надо исповедоваться, причаститься. А то у вас, конечно, все разладилось. Бесы кругом и вас сглазили еще. Ну, вам надо обязательно исповедоваться. А лучше еще и пособороваться. Я уже несколько раз приводил в своих беседах такой пример. Моя матушка как-то зашла в храм неподалеку отсюда. Он никогда не закрывался. Чудотворные иконы там есть. И вот она тоже очень любит одну чудотворную икону, которая здесь неподалеку, и зашла туда, чтобы перед ней помолиться. Вот он сидит у матушки перед микрофоном. Мне кажется, борода у него стриженная, а на голове волосы длинные. И там за церковным ящиком, который, как известно, в наших храмах является самым главным местом, там, где свечки продают. Это культурный центр, миссионерский центр. О, это точно! Миссионерский центр, торговый центр, развлекательный центр. Все там происходит за нашим церковным ящиком. Повторяю, это культурный центр, миссионерский центр, торговый центр, развлекательный центр. Люди, они как приходят сразу спиной к алтарю и обращаются. И то, что там батюшка в алтаре, в общем, никому особо-то не интересно. Главное, что им скажет тетя за свечным ящиком. Там главная информация о том, что в церкви происходит и как жить дальше. И вот к церковному ящику подходит женщина с короткой стрижкой, такой воинственной. Ногти длинные накрашены сильно. Видно, что бизнес-леди очень жесткая. У нее все так. Слава Иисусу Христу! А за ящиком продает свечки такая женщина русская, в платочке таком голубом, румяная. Как ее описать? Русь святая, храни веру православную. Вот примерно так. И вот она спрашивает эту даму, что вам, мол, Вот она отвечает, вы знаете, у меня проблема. Я всех своих переувольняла, и, видимо, они на меня злобу затаили. Я бы хотел от этой злобы их как-то защититься. Очень хочу за каждую молебен заказать. То есть у нее даже интенция и внутренняя вполне христианская. Она хотела помолиться за тех, кто желает ей зла. Та женщина за ящиком сразу опытным взглядом своим смерила ее, все просчитала и говорит, значит, так, за каждое имя сорока уст, молебен с водосвятием, свечку и лампадное масло, и вино в алтарь за каждую, а там сорок человек, может быть, чуть поменьше, и продолжает, что еще, за вас-то тоже надо, и за вас тоже сорока уст, за всю семью, за каждого, и лампадное масло, и свечу большую, и вино в алтарь, а еще у нас есть диск с песнопениями, вы возьмете себе, будете в машине слушать, на работе слушать, молитву будут, все зло от вас отгонять. Леди это облегченно вздохнула, обрадовалась, лицо просветлело, какое-то напряжение ушло, слава Богу, она поняла, зачем современному человеку нужна церковь, все понятно, она отошла, такая умиленная, и матушка услышала, что ее зовут Марина, потому что она свое имя назвала, а в этом храме как раз есть икона святой великомученицы Марины с маленькой частичкой мощей, и она как-то так растрогалась и говорит, вы знаете, есть тут икона с мощами святой Марины, вот она, подойдите к ней, она подошла, постояла, поворачиваяся и спрашивает, а делать-то что? Вот история о том, что церковь еще может дать современному человеку, нельзя же жить в каком-то материальном мире, хочется же человеку чего-нибудь духовного, по-настоящему духовного, и идет человек в церковь, и заказывает освещение квартиры, или освещение машины, ну где еще, в каком другом месте тебе могут оказать такую прекрасную духовную услугу. И поэтому церковь вполне нужна сегодня для всех этих замечательных, прекрасных дел, для священия, улучшения, молитв, ставить свечи перед нужными иконами и так далее. Один священник, я считал его доклад на какой-то богословской конференции, очень сетовал о том, что наш народ церковный прекрасно разбирается во всех свойствах крещенской воды, очень хорошо различает воду крещенскую от воды, скажем, богоявленской. Знаете, что есть крещенская вода, есть богоявленская? Не знаете? Какие же вы православные? А вот они знают. Я тоже не очень знаю, но они знают, чем одна вода от другой отличается. Все знают прекрасно, какой иконе, какой Акафис считать, от какой немощи, какая икона Божьей Матери, а у нас их икон-то больше пятисот. Освобождает или помогает. Но при этом ни разу в своей жизни они не открывали Евангелие, эти люди-то, и преспокойно себе живут в недрах этой церкви, о которой они знают все. Евангелие обращено к личности, а не к обществу. И второе, человеку, зачем нужна еще современному человеку церковь. Церковь, в том числе, и человеческий организм. Церковь наполняет мы, люди наполняем, которые регулируют внешнюю жизнь, реагируют на внешнюю жизнь, которые реагируют на все то, что происходит в нашем мире, в нашем сообществе. Церковь очень подвержена этой реакции, социальной реакции, происходящей во внешнем мире, в котором мы живем. И в этом нет ничего удивительного. Как и в том, что церковь на Западе, где победили либеральные ценности, очень легко стала благословлять, скажем, гомосексуальные браки, приняла женское священство, потому что церковное сообщество на Западе естественным образом реагирует на доминирующие социальные явления и идеи. Главным образом это идея феминизма и легализации гомосексуальных отношений. Это социальное движение не могло не затронуть церковь. Церковь на это реагирует как организм, который реагирует на все, что происходит вокруг него. Это нормально или ненормально? До какой-то степени это может быть нормальным, а где-то уже перестает быть нормальным, но продолжает себя, потому что у церкви в данном случае нет критериев, абсолютно выверенных для всех. Где есть эти границы для того и для другого явления? То есть они, конечно же? Есть. Но они не сформулированы так, как формулируются законы государства. Они не формулируются, скажем, так, как формулируется Конституция, потому что все-таки Евангелие и заповеди Божии это то, что обращено к конкретному человеку, к личности, но никак не к обществу, потому что невозможно общество все поставить в необходимые условия исполнения евангельских заповедей, и поэтому они обращены к конкретному человеку, а церковь, тем не менее, является сообществом. И поэтому мы видим, что церковь на Западе очень социально ориентирована, так же, как церковь на Востоке, скажем, в России, тоже очень социально ориентирована. Если на Западе это реакция на либеральные ценности, то здесь, в России, реакция на ценности консервативная. А какая разница по большому счету это? Кто правильнее реагирует? Конечно, мы скажем, что мы, но они-то скажут, что они. И здесь вопрос, имеет ли к церкви отношение то, что и то, и другое сообщество христиан становится идеологизированным социально. Только в одном случае эта идеология либеральная, а в другом случае эта идеология консервативная, то есть в России. И часто крайне консервативная. Само по себе Евангелие нелиберально и неконсервативно, оно стоит над этим всем. И что может быть казалось парисеям в словах Христа в тот период крайне либеральным, сегодня в глазах либералов выглядит ультра-консервативным. И там, где в церковном сообществе Евангелия слова Христа перестают быть центром, это сообщество неизменно будет увлечено социальными идеями мира сего. Будь то либеральная идея, будь то консервативная, в самом непристонном своем проявлении, что с той, что с другой стороны. И вот оказывается, что ни то, ни другое христианское сообщество все равно не догоняет, потому что ни то, ни другое современному человеку совершенно неинтересно. Это можно уже и без церкви, идеология уже сама по себе живет, не обязательно быть верующим человеком. И мы видим действительно, что в России не обязательно быть верующим, чтобы быть православным. Можно быть православным сталинистом, можно быть православным активистом, можно быть православным хирургом, Хирургом с большой буквы. Можно быть даже православным атеистом. Православным коммунистом можно быть, потому что слово «православный», со словом «христианин» в общем даже и как-то не очень и сочетается в уме многих людей. Что дают Богу свечи, кадила и наши посты? И здесь мы уже долго говорим о том, как не нужна современному человеку церковь. Давайте скажем, что, может быть, такая церковь, о которой, я говорю, видимая, очень известная всем по публикациям, та, которую мы встречаем на первичном уровне встреч и общения, может быть, действительно многим людям и не нужна? Нужна небольшой группе людей, нужна небольшой группе тех, которые хранят себя в определенном, оторванном от общего контекста жизни и обществе, в своих собственных сообществах. А церковь? Она для кого? Зачем? Почему? Здесь возникает вопрос. А какую церковь Христос основал в лице святых апостолов? Первое. А второе. Зачем он ее основал? Для чего Христос основал церковь? Для того, чтобы она была такой, какой мы ее видим, и какой я о ней сейчас рассказал. Конечно же, подчеркнув как-то особенно ярко особенности, чтобы было понятно, о чем идет речь. Какая церковь основана Христом? Для чего она основана Христом? Зачем она вообще нужна? Ведь огромное количество людей не понимает, зачем нужна церковь, если я с Богом, без всяких посредников, без всяких помещений, без всего такого прочего могу общаться. Это действительно так. Действительно, любой человек в любое время может быть услышан Богом. Для этого не обязательно ходить в церковь, для того, чтобы молиться Богу. Чтобы говорить Ему что-то о себе, чтобы просить Бога о чем-то, умолять, даже чтобы каяться в грехах. Церковь не нужна. Бог примет твое покаяние в любое время, в любом месте. Для этого ничего не нужно. Все происходит между тобой и Богом. Зачем же нужна церковь? Для чего это явление в этом мире? Только для того у нас были храмы, красивое богослужение, история наша прекрасная, иконы, в общем, культура, а может быть, литература и все, что мы называем культурным пластом. Но это же все в прошлом. Все то, что прошло. Мы можем к этому обращаться, оглядываясь назад. А сегодня, а впереди, а на завтра, зачем она нужна? Такая не нужна. Без такой можно обойтись. Такая церковь, даже если она занимается большой социальной работой, потому что социальную работу можно делать без всякой церкви. Можно помогать бедным без всякой церкви, как помогает огромное количество людей, не являясь членами церкви. Можно собирать деньги для больных и ухаживать за ними, заниматься волонтерским движением без всякой церкви. Мы видим, как это прекрасно у всех получается. Всем социальным группам населения, которые нуждаются в помощи, можно ее оказать вне церкви. Даже здесь она не очень нужна. Как некая замена идеологического аппарата. Она, конечно, нужна государству. Но, опять-таки, это для кого-то вполне утилитарное. Это же не Христос ее основал для того, чтобы церковью кто-то пользовался в своих земных целях. Но для чего церковь? Почему в символе верим мы, христиане, говорим такие слова? Во-первых, верую во единого Бога Отца и в Господа Иисуса Христа и в Духа Святого, Животворящего. А потом ровно так же говорим во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Мы не говорим верую в Святую Троицу и являюсь членом церкви. Мы не говорим верую в Бога и хожу в церковь, потому что в этом есть моя обязанность – служить Богу через церковь. Заголок. Вы не такие, как мы. Можно ведь и так подумать, что существует богослужение, и мы, верующие люди, таким образом, благодаря церкви, совершаем свое служение Богу. Но ведь это тоже не так. А зачем это Богу? А зачем Богу свечи? Да не нужны Богу свечи! А зачем Богу кадила с этим дымом? Непонятно. Игрушки какие-то детские. Богу это зачем? Песни наши человеческие, поклоны, земные посты, которые мы соблюдаем. Богу это что-нибудь прибавит к Его бесконечности, вечности, непостижимости? Ничего не прибавит. И это оказывается ни туда, ни сюда. Такая церковь оказывается под вопросом, особенно для современного человека, под огромным-огромным вопросом. И понятно, что человек современный будет к этой церкви относиться подозрительно. Он будет эту церковь оценивать с точки зрения ее современных амбиций, которые она выражает. Церковь хочет преподавать религию детям. Церковь хочет занимать помещения в музеях. Церковь хочет, чтобы ее инициативы законодательно принимались. Чтобы ее голос был очень-очень значимым в этом обществе. Церковь выступает как огромная сегодняшняя общественная сила, которая заявляет о себе очень громко, и при этом зачем она нужна? Почему она имеет право на это? И имеет ли она вообще на это право? Поэтому сегодняшняя церковь вызывает очень сильное раздражение в обществе, очень сильное отторжение, очень большое непонимание, и даже негативное отношение во многом. На церковь пристально смотрят, замечают все негативные явления, которые в церкви происходят. А люди внуцы церкви, мы, священники, говорим, как же, мы же такие же люди, как и вы. Нет, говорят они, нет. Вы о себе говорите как о святости. Вы о себе говорите как о каком-то особом обществе, что вам дано от Бога больше, чем остальным. И поэтому то, что делаете вы, несоизмеримо с тем, что делают другие. Заголовок. Ни партии, ни байкеры не могут быть такими едиными. Так что же такое церковь? Зачем она существует? Надо сказать одну очень важную вещь. Понятие церкви – это понятие христианское. Например, нельзя сказать «мусульманская церковь». Нонсенс. Даже не звучит. Нет мусульманской церкви. Не бывает буддийской церкви. Не бывает индуистской церкви. Когда мы говорим слово «церковь», это касается только христиан. Это чисто христианское слово. У нас, правда, в языке есть слово «церковь», которое означает два явления, два понятия. Одно понятие – это храм. Церковь как храм. Как место, где свечки ставят. Такое понятие храма существует у мусульман, у иудеев, у буддистов, у кого угодно. У любых язычников существует святое место, где они совершают свои религиозные обряды. Но когда мы говорим о церкви как таковой, мы говорим все-таки не о месте, а о чем-то большем. И вот здесь мы встречаем такое определение у апостола Павла, очень странное, которое звучит очень странно для уха и совсем странно объясняется. Тело Христово. И апостол говорит об этом христианам. Вы – тело Христово, а каждый из вас – это маленькая часть, маленькая клеточка этого тела. И дальше он говорит, что в этом теле все сильно взаимосвязано. Говорит он о теле, как о живом организме. Он говорит, если в человеческом теле болит какой-нибудь один член, то все тело страдает. Это действительно так. Маленький зуб заболел, и человек уже жить не может. Он на стенку лезет. Ему уже все равно, что у него руки и ноги не болят, сердце здоровое, печень здоровая. А зуб один болит, и ему невозможно жить. Он ничего с собой сделать не может, пока он эту боль не уберет каким-то образом. И вот так же апостол говорит, если болит какой-то член, то все тело болит в церкви. А если прославляется один из членов, вся церковь рада, все тело радуется. Когда человек после болезни оживает, вдруг чувствует себя здоровым, проходит у него насморк, кашель, грипп проходит, он действительно вдруг ощущает себя совсем по-иному, по-другому. Человек и церковь в этом смысле оказываются друг на друга очень похожи почему-то. И речь вот о чем идет. Речь идет о таком единстве, о некоем таком органическом единстве людей, соединенных непостижимым образом, о чем-то таком, что вообще разных людей делает друг другу очень-очень близкими и очень-очень едиными. Потому что ни партия, ни кружок по интересам, ни сообщество болельщиков, ни даже байкеры, которые едут на мотоциклах, ни даже рок-фанаты не могут быть настолько едиными, как пишет апостол Павел, как может быть единая церковь, соединявшая и соединяющая в себе совершенно разных людей. При этом апостол пишет, обращаясь к этим людям. «Немногие из вас умные, немногие из вас достойные, немногие из вас богатые, немногие из вас талантливые, потому что собрал вас Господь как ссор». Помните, как ссор собирается веником? Сгребается. Вот так собрал Господь людей в церковь. И вдруг вот этот ссор, вот это отребье становится для него каким-то очень ценным соединением. Потому что это не просто тело, а тело Христово. То есть его тело. Не наше тело, не тело кого-нибудь другого, а его Христа. Он говорит, я глава, а вы – тело. То есть оказывается, что церковь – это что-то такое, где Бог и человек пребывают в единстве. Церковь – это такая мысль Бога о том, чтобы человек и Бог были вместе. Такое однажды было в истории человека в раю, когда человек и Бог были вместе. Именно тогда Господь говорит Адаму такие удивительные слова. «Нехорошо быть человеку одному». Весь мир сотворен, и Бог смотрит на свое творение и видит, что это хорошо. И вдруг смотрит на Адама, на высшее свое творение, на самое прекрасное свое творение, которому он даровал свой образ и подобие. И вдруг говорит, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника по нему». И здесь происходит такое чудо, совершенно необъяснимое, совершенно невыразимое, с человеческим словом – сотворение Евы. Почему-то очень многие воспринимают это как творение мужского и женского, как творение разнополых существ. Но ведь мир, Богом сотворенный, уже давно двуполый. Бог давно сотворил животных и сказал им, плодитесь и размножайтесь. Есть собачки всякие, есть самец, есть самка, есть кони, есть лошадка. Они все разнополые. А человек, он не самец и не самка. Бог творит иное в человеке. Он изымает из человека его часть и творит иную ипостась, творит иную его часть, Еву, жизнь. И увидел Адам Еву и сказал, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». И это уже церковь. Потому что там, где двое или трое, и Господь – это уже церковь. Первая церковь, которая существует в раю. Ну, исходя из этого, становится понятным, что все человечество Богом задумано, как церковь, как удивительный организм любви. Как сказал в свое время об этом Хомяков, он так и сказал, что церковь – это организм любви. А Адам и Ева – это первый организм любви. Поэтому Господь и говорит, когда смотрит на Адама и Еву о том, что да будут они плоть едину, и что Бог сосчитал человек, да не разлучает, это первая церковь, организм любви. Человек и Бог, объединенные любовью. Потом это рушится все, потом это переходит в смертность. Церковь разрушена. Церковь не существует. Не существует ни потому, что люди не приносят жертву, ни потому, что они не совершают богослужения. Все это у них есть с самого начала, мы видим, как Каина и Авеля уже приносят жертву. Уже у них богослужение. Уже у них есть ритуал. Но церкви нет, потому что есть люди, живущие сами по себе. И есть Бог, до Которого они достать не могут, Которого они не слышат, Которого они не видят, И Который до них докричаться практически не может. Весь Ветхий Завет – это огромный, очень громкий крик Бога К совершенно оглохшему и ослепшему человечеству. И только некоторые из них что-то такое начинают слышать и передают другим, чтобы хоть как-то перевести их в более-менее человеческое состояние. Чтобы человек и Бог по-настоящему встретились. Заголовок. И мы видим, что это происходит. Бог приходит в мир. Приходит Господь наш Иисус Христос. И здесь происходит творение церкви. Как же оно происходит? Оно происходит ровно так, как происходит сотворение Ева. Об этом пишет Иоанн Златоуст в одном из своих огласительных слов. Он говорит. Как Ева произошла из ребра Адама, так наша церковь произошла из пронзенного ребра Спасителя, из которого истекла кровь и вода. Два таинства, с которых начинается церковь. Крещение и Евхаристия. Рождается церковь на кресте. Рождается церковь через крестное страдание Спасителя. Рождается церковь как тело, ломимое и кровь изливаемое. И вот эти кровь и тело, которые многие принимают почти поязычески, абсолютно ничего не понимая, они и делают нас церковью. Почему? Да ради одного единого, чтобы человек и Бог стали друг другу родными. Понимаете, что такое родство? Родство – это когда мы одной крови. Вот это родство. Мы родные друг другу, потому что в нас одна кровь течет. Имя одно мы носим, христиане. И вот церковь существует только ради этого. Для того, чтобы человек и Бог сроднились, наконец, друг другу. Чтобы между ними не было никакой пропасти. Чтобы их никакая стена не разделяла. Чтобы ничего между человеком и Богом уже не промелькнуло разрушительного и ужасного. Потому что сам Бог стал человеком, сошел в ад и собою создал церковь. Еще богослов сербский, современный нам преподобный Устин Попович сказал, что церковь – это Господь наш Иисус Христос. Так и есть. Только это и есть церковь. Когда мы готовы отдать Богу себя, и когда мы готовы принять Его до конца. И в этом соединении существует церковь. Только ради этого церковь и существует на земле. чтобы, наконец-то, человек и Бог по-настоящему встретились друг с другом. Чтобы не просто человек, откуда ни возьми, скричал куда-то туда. Непонятно, кому услышь. Услышал? А ты-то его услышишь когда-нибудь? Ты-то будешь способен его узнать. Будешь ли способен когда-то с ним встретиться? Где угодно. И вот, оказывается, есть такое место на земле, которое называется церковь, где, наконец-то, вечный, бесконечный, невидимый и непостижимый, абсолютно неопределяемый, вездесущий. И все, что можно сказать о Боге – Бог, которого ни познать, ни узнать, ни услышать, ни увидеть нельзя. Потому что Бога не видел никто и никогда. И вдруг становится человеку настолько доступным, что ради каждого из нас делается маленьким кусочком хлеба, чтобы мы, какими бы ни были, ссор земли, могли бы принять его в себя, могли бы с ним соединиться и им единственно жить. Потому что это и есть церковь живого Бога. И именно Он нам, полуживым, больным, разрушенным, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, сломленным и слабым, дает возможность стать подобными Ему и называться Его детьми. В одной из древних и фаристических молитв есть такое место, где священник молится «Господи, сделай нас живыми людьми». А в эпиклезе литургии Иоанна Златоуста при призывании Святого Духа на хлеб и вино священник говорит «Господи, не спошли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сия». Нужна ли такая церковь современному человеку? А другое нет, другое быть не должно. Такая церковь вечна, такая церковь – это начало Царства Небесного на земле. И она существует, если ее сам человек ищет и находит. Эти истории о нахождении Царства Небесного, как жемчужина, скрытое в поле, как улов каких-то рыб – это все о Царстве Небесном, это все о церкви. Потому что церковь – это уже присутствие вечности на земле. Она очень скрыта под многими этими слоями нашей человеческой глупости, нашего человеческого историзма, культурализма. Мы наслоили на нашу церковь такое огромное количество всего, что когда человек хочет встретиться с церковью, он встречается с чем угодно, с церковным ящиком, с правилами, с огромным количеством высчитывания, выстаивания, с церковных правил о том, какой рукой чего передавать, какой платок на себя надеть и так далее и тому подобное, которые не имеют отношения ко Христу. И после всего этого он дальше не идет, потому что ступенечка, которая стоит на входе в нашу церковь, слишком высока, оказывается, для всех. И об нее кто только не спотыкался и нос потом не разбивал. Оказывается, что есть та церковь, которая не нужна современному человеку. А может, такая кому-то нужна? Вопросы слушателей. Та церковь, о которой, как вы сказали, мечтал Бог, это церковь, куда мы можем прийти на Евхаристию. Как церковь и Евхаристия связаны? Ответ. Я бы сказал, задумал, а не мечтал. Это одна церковь. Евхаристия – это актуализация самой церкви, потому что Евхаристия – это тело Христова, и церковь – это тело Христова. Участвую в Евхаристии по-настоящему, глубоко, понимая, зачем мы в ней участвуем, зная смысл Евхаристии и принимая в ней участие, будучи участниками не зрителями, не приходящими что-то взять оттуда, а по-настоящему себя открыть. Это и есть, собственно говоря, актуализация церкви в нас самих. Церковь актуализируется через Евхаристию. Мы становимся телом Христовым. Поэтому во время Евхаристии, когда священник считает молитву Эпиклезы, призывание Святого Духа на хлеб и вино, он произнесет слова «Ниспошли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сия». То есть, чтобы мы и дары стали одним. Тем же стали друг другу едиными, телом Христовым, чтобы стали в этот момент. Поэтому, конечно, церковь, она не только связана с Евхаристией, а она себя осуществляет через Евхаристию прежде всего. Вопрос. Почему мы пытаемся прийти в церковь, а приходим все время туда, куда вы описали в самом начале? Ответ. Я еще раз хочу сказать, что церковь, та церковь, которая тела Христова, в историческом контексте, в социальном контексте, конечно, находится под неким слоем наших человеческих потребностей. Смотри, что вы хотите. Смотри. Если вы хотите от церкви этого всего, вы тоже это найдете. И тогда вы будете являть собой вот этой церковью. А если будет запрос на другое, то будет себя церковь являть вот так. Мы привыкли к тому, мы знаем то прекрасное, говорим об этом. Нас совершенно не удивляет слова Иоанна Богослова в его посланиях, что Бог есть любовь. Так и должно быть. Представьте себе, что на какой-то крестный ход мы, православные христиане, вышли не с хоругами, не с крестами, не с иконами красивыми, не с тихарях, а просто вышли. У каждого такая вот бумажка или плакатик небольшой, на котором написано «Церковь есть любовь». Как это будет выглядеть? не просто как демонстрация, это будет выглядеть несоответствующим действительности. Если Бог есть любовь, то и Церковь есть любовь. Эти две вещи сегодня в сознании людей не сосчитываются. Бог есть любовь, да, но Церковь – это что-то другое. А это ведь одно и то же, потому что нет запроса на такую Церковь, есть запрос на всё, что хотите, на молебны, на освящение, на освящение стратегического оружия, если хотите. А один замечательный священник, действительно очень хороший человек, замечательный как священник, окормляющий один из следственных изоляторов, не так давно осветил автозаки, искренне осветил автозаки, в которых возят преступников. И он действовал в контексте абсолютно правильно. Но если бы это было в 19 веке, а в 21-м – это уже невозможно, даже слышать невозможно, понимаете? Но он работает там при храме, окормляет заключённых, окормляет в том числе и тех, кто их охраняет, и тех, и других любит, и всем хочет помочь. Попросили, конечно же. А почему бы и нет? Там же заключённые, многие верующие, будут ездить в освященном автозаке. Водители тоже, многие верующие. А что такого, понимаете? Для кого-то это совсем не является когнитивным диссонансом. А по сути так. Ну, я оставлю, наверное, до следующего досчитать. Сегодня много. Или сразу прочитать, даже не знаю. Ну, почитаю пока. Меньше половины осталось. Захожу в церкви. Вопрос. И страшно. Как другие посмотрят? Что другие подумают? Почему-то перед собой стыдно. Перед другими как-то страшно. Потому что не знаешь, что делать. Это от маловерия? Или нужно искать свою церковь, в которой будет комфортно? Вопрос. Ответ. Ничего страшного не будет, если вы походите по разным приходам, по разным храмам, и почувствуйте место для себя более удобное, для молитвы. Это нормально. Это просто. Если я чего-то не знаю, и где-то оказываюсь в совершенно новом для себя месте, я тоже себя чувствую неловко. Я думаю, что если бы я оказался где-то во дворце японского императора, я тоже бы чего-нибудь боялся и чувствовал себя неловко. Потому что не очень хорошо знаю, как там себя вести. Но со второго раза, если бы там был кто-то рядом со мной, какой-нибудь старый японец, из тех, кто хорошо знает, как себя вести во дворце японского императора, мне было бы проще. Я думаю, что это примерно такого порядка вещь. Вопрос. Имеет отношение к встрече с живым богом чудо, которое иногда случается с человеком, когда он приходит в церковь? Это действительно чудо. Это большой подарок. Я знаю огромное количество людей моего возраста, младших, которые потенциально подумают о том, чтобы зайти в церковь, и им кажется, что там очень хорошо. Но при этом их останавливает имидж в церкви, как торгового дома. И, как вы выразились, где оказываются некие ритуальные услуги. Мне нечего им сказать, кроме того, что со мной когда-то случилось чудо. Когда, зайдя в церковь, я это почувствовала. Мне повезло, что я могу сказать это людям. Ответ. Скажите, не бойся. Пойдем вместе, как во дворец японского императора. Вы будете там старым японцем, а это будет такой экстурсант пока. Вопрос. Я пробовал это сделать. Я захожу вместе, за ручку с людьми, которая мне действительно близки, но не всегда чудо происходит. Ответ. Чудо не происходит по заказу. Можно только своим опытом поделиться. Как-то по-другому невозможно. Вопрос. Не кажется ли вам, что феномен православных либералов, коммунистов, в целом, власти, это отражение попытки власти присвоить себе авторитет церкви, православие, ее историю, идеологию? Ответ. Я не очень понял смысл вопроса, честно говоря. Я думаю, что на самом деле группы разных православных сообществ образуются не по чьему-то специальному заказу сверху, что они не являются креатурами каких-нибудь спецслужб, которые внедряют куда-то своего и образуют свое определенное сообщество внутри церкви. Мне кажется, это просто естественное состояние человека, который пытается всякую свою мысль и позицию подтвердить и укрепить внешним авторитетом. Если Бог воюет на моей стороне, значит, я прав. Идеология всегда так существует. Нужен какой-то высокий авторитет, который подтверждал бы правильность этих идеологий, идеологем. Так что это, скорее всего, существует не как запросы внешних, высоких, государственных структур на это, а как сама внутренняя потребность все время доказывать другим, что я прав, потому что со мной Бог. А вы все не правы, потому что вы неизвестно кто. Вопрос. Отец Александр Мень в своих ответах на вопросы часто ссылался на книжку Муди «Жизнь после жизни». Хотелось бы узнать ваше мнение об этой книге и коррелирует ли там описание околосмертное переживание какой-то с христианской догматикой. Ответ. Никак не коррелирует эти переживания. Для отца Александра, конечно, все было в новинку. Такие вот опыты переживания Муи, которые как бы носят научный характер. Ведь мы не знаем, что это за опыт. Опыт ли это переживание смерти, например, или это какой-то совсем другой опыт еще в жизни человека. Игра его психики, движения психики, которая рождает такие образы. Это абсолютно неизвестно, абсолютно недоказуемое, вне того, что знает церковь. Церковь православная о загробной жизни почти ничего не знает, в отличие от индуизма, который описывает досконально весь этот загробный опыт или даже ислама. В христианстве более или менее подробное описание загробного опыта проявляется только в VIII веке, в апокрифе, которое называется «Мытарство преподобной Пеодоры». И именно в это время в католической церкви, точнее, еще не католической, а западной церкви, появляется учение о честилище, где подробно описывают все, потому что люди хотят об этом знать, что-то узнать, но никто ничего об этом не знает. Поэтому там из пальцев высасывается некий опыт, который потом предъявляется как некое методическое пособие по умиранию. Но, по сути, в первый фигах церкви о загробном опыте, что происходит с человеком, что там наверху, как царство небесное выглядит, не знает никто. Никто не знает. Это таинственная и неоткрытая нам Богом страница. Мы только знаем, что есть вечная жизнь, у нас есть опыт посчитания святых, у нас есть Пасха, которая больше всего говорит нам о победе Христа над смертью. Видимо, нам пока ничего большего и знать не надо. А всего остального мы просто не знаем. Поэтому этот опыт Муди, который потом был трансформирован отцом Серафимом Роузом и на него ссылались, как на некое доказательство. Вот же, атеисты, не верите? Смотрите, он ни о чем не говорит, по большому счету. Мало ли еще человеку там под наркозом привиделось какие-то трубы, какие-то огни, причем буддисту, его буддийский опыт, индуисты, его индуистский опыт, мусульманины, исламские христиане, но христианские. А одному виделись ангелы, а другому Будда и так далее. Это все в рамках тех культурных образов и сигналов, в которых жил человек, а не те образы неизъяснимые, о которых говорит апостол Павел, что око за того, что око того не видело, ухо того не слышало, и на сердце человеку это не приходило. Я так думаю. Вот тут еще вопросы. Вопрос. Именно в вашем выступлении я услышал, что у нас есть храм, как сооружение, о котором мы говорим, что приходим туда помолиться. И есть церковь, в которой вы сейчас четко обозначили, есть нечто другое. Ответ. Не другое, просто иное. Храм существует для того, чтобы церковь там себя осуществляла. Вопрос. К этому я вспомнил случай. Девочка болела, отец оставался дома, и мама ушла в храм помолиться. Находясь в храме, она постоянно переживала, что дочка и муж остались дома. Она вернулась со словами, мол, жалко, что вы сегодня в храме не побывали. А Матронушка и говорит, матушка, мы сегодня дома молились, и в храме небесном побывали с отцом. А вы в храм-то сходили, а в храме небесном так и не побывали. Этот момент в книге для меня был открытием. Если говорить о продолжении мысли о том, что мы идем как бы в одну церковь, а приходим в другую, хочется вернуться к фильму «Остров». Священник, который живет на острове, мгновением руки может исцелить ребеночка, которому дни сочтены. А другой священник сидит в золоченом храме, считает молитвы, но не может провести службу, чтобы люди исцелялись. И он приходит к этому священнику-отшельнику и говорит, как ты это делаешь, что научи. Этот фильм перевернул сознание многих. Точно так же получается и среди священников. Есть священнослужитель, который может провести то таинство, те или иные обряды, в которых мы попадаем в небесный храм. Есть ли такое, значит? Он отвечает, Алексей, я, наверное, понял, о чем вы говорите, но на самом деле это не так, потому что в церкви действующей силой является не сила священника и не его даже личное качество, а сила Святого Духа, действующего в церкви и наполняющего ее. И таинства церкви, такие как крещение, миропомазание, евхаристия, исповедь, брат, таинство священства, соборование, совершаются священниками, конечно, как людьми, получившим благодатные дары Святого Духа на действия в церкви, на то, чтобы возглавлять это богослужение. Но по большому счету мы просто об этом не знаем. И это знание нам не всем интересно. И об этом не очень часто говорится. А вы что, не знаете, что все присутствующие здесь члены церкви священники? Все священники, все христиане являются священниками, потому что христиане – это новый народ Божий, царственное священство, как пишет апостол Петр. И каждый из нас, как член церкви, как часть тела Христова, это носитель и благодати Святого Духа. Это носитель жизни вечной, которая нам уже дана в крещении, которая раскрывается для нас в церкви, которая дается нам через милость Божьей, исходя еще и через таинство, причащение тела и крови. Священник, он предстоятель этой церкви, он тот, кто ведет за собой, который начинает и организовывает, и через это богослужение каждого члена церкви делает приобщенным к телу Христову и самому Христу. Священник, не жрец, священник, не отдельно взятый, какой-то особо выделенный из среды, как в язычестве, профанов и людей отстраненных. Он там один носитель знания, он носитель высокого знания, он носитель таинственного знания или особой благодати. Нет. Конечно, существуют святые люди, но личная святость это заслуга личного подвига человека, который не связан со священством, между прочим. Герой фильма «Остров» не носил священного сана. Он не был священником. Этот простой монах, он даже священником не был, он был просто очень верным Богу-человеком, который своим собственным подвигом и несением креста и открытостью для Бога получал от Бога личное дарование. Есть великие музыканты, есть такие, которые играют мурку, и те, и другие могут нажимать на клавишу, у них получается мурка, а другие играют третьи концерты Рахманинова. Вот примерно в таком соответствии находимся и мы все. Потому мы единое тело Христово, потому что нам дана эта святость детей Божьих. Мы ему говорим Богу слово «Отец». Мы так к этому привыкли, к сожалению, что сделали молитву, очень нашу молитву перед едой. Стыд и позор всем христианам за это. Что мы считаем молитву «Отец и наш», совершенно не думая, что мы с отцом разговариваем. Величайшая молитва нашей церкви может быть единственная молитва, которая по-настоящему является молитвой. И вот один из немецких протестантских богословов, Дитрих Бонхефер, он пострадал от асистов в Германии, как-то очень трепетно, рассуждая о молитве, «Отец и наш», сказал, что если бы нам, христианам, дали такую возможность, то мы бы от молитвы «Отец и наш» оставили только одно прощение. Прошение. Одно. Какое? А в этой молитве мы говорим те же самые слова, какими Христос к нему обращается, как сам Иисус Христос. Он говорит ему «Отче». И мы ему говорим «Отче». Сын Божий ставит нас с ним на одну ступеньку. Он делает нас, христиан, равными с ним. Вот церковь, почему и существует. Вот зачем она и нужна. И молитва «Отец и наш» она для этого, а не для того, чтобы перед едой бубнили ее. Понимаете? И священник – обладатель даров Святого Духа особенных, но они не являются его личными дарами. Поэтому даже личное достоинство или недостоинство священника не делает таинства более благодатными или менее благодатными, а они равноблагодатные. Потому что это таинство не священника, а всей церкви. Ну и далее еще несколько вопросов, которые ему задают. У меня уже время исчерпано. Сидят люди здесь, все сфотографировано. К Заве беседы обращаются. Ну и даже короткие как бы диспуты идут, разговоры людям. Вот. снимки как сделаны. Ну и все. Фото Михаила Терещенко. На этом все. Вторим. Терещенко. Окей. Подписывайтесь.